здравствуйте вы на канале модные шапки шляпы подписывайтесь на наш канал будьте с нами а также ставьте лайки пишите ваши комментарии сегодня поговорим о пяти секретах как красиво носить платки и шарфы как завязать платок как завязать шарфы легко и просто объемный шарф незаменимый атрибут холодной погоды мы начинаем его носить уже в начале осени а зимой укутываемся в него полностью не обязательно шарф есть множество других вариантов для осени и зимы вязаные снуды большие платки несмотря на разнообразие не все готовы жертвовать красотой ради шарфа почему у многих возникают не самые эстетичные ассоциации когда речь заходит о больших и толстых платках шарфах и снудах кто-то считает что такой аксессуар делает образ слишком объемным полнит фигуру добавляет возраст если вы тоже так считаете вы ошибаетесь просто нужно уметь правильно завязывать объемный шарф и дополнять образ специальными деталями все дело в небольших нюансах носите шарф как жабо жабо изящный белоснежный воротник который использовался в семнадцати веке придворными аристократами и состоятельными людьми считалось что он придает лицу свежесть и статусность возможно с помощью обычного шарфа такого эффекта не достичь зато вы сможете сделать красивый акцент на нем пусть шарф будет непростым надоедливым аксессуаром который хаотично болтается на шее пусть он станет ключевым акцентом всего вашего образа для этого достаточно обмотать его вокруг шеи по принципу старинного жабо ваш шарф тоже может освежить цвет лица и подчеркнуть природную красоту ваших глаз нужно выбрать оттенок который идет вам больше всего носите шарф как капюшон в эпоху средневековья представители разных социальных слоев носили худы представлявшие собой комбинацию шарфа и капюшона то же самое вы можете сделать с помощью любого длинного платка или объемного шарфа если шея достаточно хорошо спрятана от холода шарфом наденьте остатки его ткани на голову стильно красиво и отлично дополняется другими аксессуарами например солнечными очками шарф узлом или бантом вам некогда создавать из своего шарфа грандиозные сооружения на шее и голове ничего страшного ведь вы можете просто завязать его бантом или узлом если шарф достаточно длинный то на бант вам точно хватит если короткий сделайте узел пусть оттенки шарфа и верхняя одежда совпадают если вы предпочитаете не акцентировать внимание на шарфе подберите одежду для своего образа так чтобы их оттенки полностью сливались друг с другом от шарфа вам будет тепло при этом он будет выглядеть как часть вашей куртки не забывайте о помаде многие жалуются что шарф и платки упрощают любой образ делают его скучным не проблема если цвет вашей помады будет совпадать с оттенком шарфа одно из самых смелых решений цвет вина или асфальта но можно выбрать и более спокойный вариант благодарю за просмотр подписывайтесь на наш канал будьте с нами а также ставьте лайки пишите ваши комментарии